Всем привет, ребята! Сегодня с вами снова поговорим про уходящие тренды. Сразу давайте сделаем пометочку, что это вещи, которые не выглядят не стильно. То есть, это вполне себе нормальные вещи, просто я бы не рекомендовала сейчас в них инвестировать, покупать их как, не знаю, какую-то прикольную вещицу в ваш гардероб, потому что эти тренды уже отживают свое, либо они уже не выглядят так актуально и оригинально, как это было, когда тренд только зарождался. В общем, если вам интересно, то, конечно же, оставайтесь. В общем, я собирала эти тренды несколько месяцев, потому что, на самом деле, не так уж и много каких-то уже мейнстримных вещей, которые я не рекомендовала бы покупать. Первое — это сумки с массивными такими цепями, и основной их представитель — это вот эта вот сумка из Zara. Я думаю, что вы ее пару лет назад видели и покупали, потому что она была абсолютно везде, она была абсолютно у всех, и именно поэтому я не рекомендовала бы брать ее сейчас. Если она у вас есть, конечно же, можете продолжать носить, даже если она с такой цепочкой, либо, чтобы ее немножко апгрейднуть, чтобы она не выглядела вот так уж, знаете, как та самая сумка из Zara, можно прицепить к ней просто другую цепочку, а эту отстегнуть. Собственно, эта сумка была абсолютно везде у всех инфлюенсеров. Она была, мне кажется, на каждом человеке в метро и вообще везде. То есть просто сумка заполонила собой все, и эта модель в целом неплохая. Такая прямоугольная стеганая сумка среднего размера, но именно вот эта деталь в виде вот этой гигантской медной такой цепочки — это не то, что на сегодняшний день стоит выбирать. И вообще в целом подобные ей варианты тоже не рассматривайте. Не выглядит оригинально, это не выглядит уже так актуально и интересно, как это было в самом начале. Поэтому я бы сказала, что тренд уже отжил свое, и инвестировать во что-то подобное сейчас точно не стоит. Если вы хотите взять сумку на цепочке, то здесь огромное количество вариантов. То есть все классические сумки на цепочках — это база, естественно. Мы не говорим о том, что сумки на цепочке вообще нельзя носить, конечно же, нет. Просто вот именно вот эта модель, она, ну, прям такая поднадоевшая. Берем классические варианты с цепочками, не супермассивными, и все будет выглядеть отлично. Вот как те, что я вам сейчас показывала. Следующее — это пластиковые прозрачные сумки. Шоперы, какие-то кладчики, сумки среднего размера. То есть, ну, в общем, обычные пластиковые такие сумки, в которых все видно, когда вы что-либо в них кладете. И туда же у нас относится пластиковая обувь. Я могу сказать о том, что пластиковая обувь, она иногда как будто бы где-то появляется. Как будто бы кто-то еще пытается вдохнуть новую жизнь в этот тренд. Но я бы не сказала, что это, опять же, смотрится как-то очень интересно, или как-то свежо, или по-новому. Все вот эти пластиковые штуки, у них был пик году в, не знаю, шестнадцатом, семнадцатом. Тогда это было действительно интересно. Но я отмечу, что это очень непрактичные, нефункциональные тренды. Потому что пластиковая обувь сама по себе неудобная, она достаточно скользкая. За ней тяжело ухаживать, потому что этот пластик начинает желтеть, темнеть, как чехлы для телефонов. Ну и в целом это не что-то, что выглядит на сегодняшний день как-то прикольненько. А пластиковые сумки имеют такое свойство, как просвечивать все, что вы в них кладете. Поэтому всегда нужен либо какой-то органайзер, либо какой-то чехол или кейс, в который вы сначала положите вещи, а потом уже положите их в свою сумку. Но для меня, если честно, этот аксессуар никогда не был понятным. Потому что концепция странная. Либо вы несете мешок в этой сумке, в котором у вас лежат вещи, и все просвечивает. Либо все ваши вещи видны, да? Все ваши какие-то там штучки, деньги, карточки и все остальное. Это немножко странная концепция, на мой взгляд. Ну и я в целом бы не рекомендовала брать вот что-то такое из пластика. В том числе и пластиковую одежду. Это тоже был такой микро-трендик. Здесь какой-то альтернативы нет вот этому пластику. Просто берем вещи не из пластика. Сумки там из кожи, например, из эко-кожи. И одежду, и обувь в том числе. Вообще, если честно, одежда это не только моя страсть и мое увлечение, но это еще и мой хлеб. И если бы не было моего блога, например, то и все равно так или иначе каким-то образом была связана с модой и зарабатывала именно на ней. Может быть, даже создала бы свой бренд. Я уверена, что многие из вас посматривают на идею создания одежды, потому что это не только очень интересно, но еще и очень прибыльно. Вы знаете, сколько зарабатывают предприниматели на своих брендах одежды. Давайте посмотрим. Например, простой черный костюм на Wildberries. Вроде бы ничего особенного, но за месяц он принес своему бренду больше 18 миллионов рублей. А это, например, простая белая футболка, вроде бы тоже ничего сверхъестественного, но за те же 30 дней она своему бренду принесла больше 5 миллионов рублей. И еще один пример, чтобы вы увидели всю картину. Спортивный костюм Oversize. Один месяц продаж плюс 6,5 миллионов. Но мы, конечно же, не живем в сказочном мире, где ведение модного бизнеса похоже на компьютерные игры для девочек из нулевых. Я думаю, что вы все в них играли, как и я. Это довольно сложный процесс, а научитесь ему, возможно, школа модного бизнеса. Она работает уже 3 года, и благодаря школе смогли открыться сотни российских брендов, а десятки уже существующих бизнесов смогли масштабироваться. Именно в школе модного бизнеса самая большая профессиональная комьюнити фэшн предпринимателей России. А бренд основателя Анны Кутс Кожа Ангела входит в топ-10 лучших брендов спортивной одежды в России. С помощью Анны и ее школы модного бизнеса у нас регулярно появляются новые стильные качественные бренды одежды, которые зарабатывают миллионы в месяц. А узнать первые шаги к открытию своего бизнеса и задать интересующие вопросы можно на бесплатном мастер-классе по ссылке в описании. И получить в подарок гайд, как создавать одежду, которую точно будут покупать. Поэтому рекомендую не откладывать в долгий ящик прекрасную возможность начать дело своей мечты, научиться на нем зарабатывать и заниматься тем, что нравится именно вам. Все ссылки будут в описании. Если вам интересна тема одежды, вы прям горите этим, то я надеюсь, что это было для вас полезным. Но мы с вами возвращаемся к видео. Следующее — это кюлоты. Вещь, которая была актуальна, я не знаю, мне кажется, года с 13-го точно, когда я впервые начала замечать вот прям массово кюлоты везде. В то время еще, по-моему, даже Tumblr был популярен. Так вот, кюлоты. Я не могу сказать, что эта вещь является неактуальным трендом или уходящим трендом, который уже, знаете, отжил свое, уже не выглядит так интересно. Я бы сказала, что эта вещь достаточно опасная просто для любого типа фигуры, потому что очень сильно укорачивает ноги. Потому что кюлоты — это широкие брюки укороченного типа. То есть это не клеш брюки полной длины, которые способны вытянуть ваши ноги, сделать их бесконечными. Нет, это вещь, которая намеренно обрезает ваши ноги. Я никогда, если честно, не понимала. У меня кюлоты были только один раз, и я сразу поняла, что это не моя история, потому что у меня рост 162, и это значительно, значительно укорачивает его носить такую одежду. Поэтому на кюлоты я тоже не рекомендую обращать внимания. Не советую брать их в свои гардеробы. Возможность у вас высокий рост, у вас есть кюлоты, вы знаете, как их носить правильно, чтобы не забирать у себя сантиметры и не делать свою фигуру непропорциональной, то тогда да. Но если же у вас есть какие-то особенности фигуры, которые кюлоты никак не способны скорректировать, например, рост, или у вас, я не знаю, более объемная нижняя часть тела, то кюлоты — это не то, что стоит выбирать. Что мы вместо них можем взять? Мы все еще можем брать широкие брюки. Это палаццо, это клеш. Причем неважно, клеш у нас будет от бедра или от колена. Здесь тоже зависит от вашего типа фигуры. Мы, кстати, на курсе это все разбираем, какому типу фигуры что лучше всего подходит. Соответственно, берем широкие брюки просто полной длины. Это будет отличная замена кюлотам и отличная инвестиция в ваш базовый гардероб, потому что подобные вещи, они никогда не будут выглядеть плохо и никогда не сделают из вашего тела что-то странное. Следующий тренд — актуальный году в девятнадцатом, восемнадцатом. Тоже так три годика, наверное, это казалось чем-то свежим, а сейчас я бы сказала, что уже не так, если честно. Это майки, они же футболки с такими вот массивными подплечниками. Действительно, мне само это нравилось, и я как-то даже, по-моему, заимела себе такую штучку, но почему-то мне что-то в ней не понравилось, что-то меня в ней не устроило, и я не стала ее носить. Возможно, вот так ты и понимаешь, какой тренд тебе подходит, а какой нет. Просто не залетает в твой гардероб, и все. Так вот, футболки с подплечниками тоже были везде, как и сумки вот эти из Zara с крупными цепями. Уже глаз замылился от этого тренда, уже действительно это везде просто. И на сегодняшний день я бы сказала, что свое уже этот тренд отжил, и стоит брать что-то подобное, как, например, майки-алкоголички, которые тоже являются базой. Просто какие-то топы, без подплечников, футболки обычные. И мы здесь не говорим просто о том, что вместо трендов нужно брать базу обязательно. Просто на сегодняшний день эта вещь уже не смотрится актуально. Вот и все. Следующие у нас это шубки Teddy. Когда только-только на подиумах, ну, начинал появляться массовый искусственный мех, и вот мы все начали смотреть в сторону шубок Teddy. Это такие, знаете, слегка плюшевые шубки, как детские игрушки. И они всегда очень объемные, очень массивные. Когда я носила такую шубу, мне говорили, что я похожа в ней на медведя. Ну, она не просто так называется Teddy. Так вот, эта шубка, она очень милая, она симпатичная. В ней нет чего-то такого, что можно было бы назвать вот прям некрасивым, или каким-то антитрендом, или чем-то, что испортит вашу фигуру. Просто сама концепция шубок Teddy, которые также везде абсолютно были, это стало мейнстримом, уже на сегодняшний день не так актуально. Сейчас, если мы говорим про искусственный мех, это чаще всего просто короткостриженный, какой-то гладкий мех. Не обязательно должно быть что-то вот под овчинку, как Teddy. Это длинный мех, это кудрявый мех, даже под ламу, например. И вот все это на сегодняшний день более актуально, чем Teddy, потому что смотрится гораздо интереснее, и в каких-то моментах даже может больше зайти в разные стили, нежели Teddy. Потому что Teddy, она немножко создает такой вайб слишком сильной расслабленности. То есть, как будто бы эта шуба подойдет только к каким-то очень casual образом, либо к спортивным образом, но никак не какой-то прям, знаете, классике, потому что выглядит она не так, как вот настоящая шуба. Следующий трендик последнего, наверное, года, может, полутора лет, это брюки с поясом наизнанку. И все это у нас пошло именно с того момента, когда мы начали как бы носить брюки, джинсы и немножко трусы из-под них выставлялись, вот эти вот боксеры мужские. И именно этот прием породил вот этот тренд, когда как будто бы уже ничего не нужно создавать, никакую многослойность из трусов и брюк, а можно просто взять вот эти вот брюки с поясом наизнанку, и как будто бы вы уже и в брюках, и как будто бы вы уже и в этих боксерах, которые игриво торчат из-под вашего низа, например. Но, опять же, на мой взгляд, это уже тоже слишком надоело, это везде на Вайлдберрисе, на Озоне, во всех брендах, и это выглядит настолько очевидно, что как будто бы уже не хочется даже как-то смотреть в сторону этой вещи, как-то в нее инвестировать, потому что, казалось бы, вроде бы такие брюки с таким поясом — это база. Чаще всего они широкие идут, естественно, и это вроде бы база, обычные брюки палацца, но сама вот эта деталь в виде пояса — это вот повторяющаяся постоянно деталь на всех таких брюках, и это не выглядит уже свежо, опять же. Поэтому вместо них я бы рекомендовала вам, например, брать обычные брюки без такого пояса наизнанку, которые будут действительно являться базой и классикой, либо, если вам все-таки нравится такой прием, который породил этот тренд, действительно вытягивать трусы из-под штанов, и это будет выглядеть гораздо более интересно, гораздо более естественно, нежели вот такой пояс наизнанку. Естественно, в плане многослойности, что это действительно как будто бы так не подразумевалось, и ваши вот эти вот мужские боксеры вашего парня, они выглядывают из-под ваших брюков, абсолютно этого не замечаете, это все органично смотрится на вас. Так что вот просто, не знаю, мне кажется, эти поясы наизнанку уже всем замылили глаз. Далее у нас лоферы с мехом. Тенденция давнишняя, вот прям старинная, но все еще, конечно же, эти лоферы продаются, они все еще существуют, и для тех, кто, возможно, когда этот тренд только к нам пришел, не успел их купить или не было средств, или что-то такое, в общем, как-то не получалось заиметь этот тренд, а сейчас все-таки до сих пор хочется, тоже инвестировать бы не рекомендовала, потому что особенно популярно это было в 2016-17 году, а сейчас я бы уже сказала, что эта обувь не смотрится абсолютно никак, то есть уже, ну вот, просто не вызывает никаких эмоций, потому что, опять же, этого было слишком много, очень много было реплик на эти лоферы Гуччи с мехом, все абсолютно их носили, и много их подделывали, и много их повторяли, и вдохновлялись, ну, короче, тоже вещица такая, достаточно интересная. Были как лоферы с мехом, так и мюли с мехом, так вот ни то, ни другое брать не рекомендую. Что взять на замену? Все то же самое, только уже без вот этого торчащего меха отовсюду, потому что, несмотря на то, что отделка мехом на обуви, на одежде, на сегодняшний день все еще является актуальной, то вот именно в таком варианте на сегодняшний день я бы не рекомендовала обувь брать. Если мы говорим про отделку обувью мехом, то это могут быть какие-то неожиданные места, или вся обувь меховая, или пара вставок каких-то сверху, или по бокам, то есть нужно присматриваться к чему-то более интересному, к чему-то более уникальному в этом плане. Далее, лоферы с крупными цепями, вот прям с такими массивными цепочками в одном конкретном месте. Опять же, это деталь, которая повторяется от модели к модели. Я имею к модели обуви. Какие бы лоферы на тракторной подошве вы не видели, сто процентов вот эту массивную цепь вы хоть раз да встречали. Потому что, опять же, это мейнстримный тренд, на который не стоит обращать свое внимание, в который не стоит инвестировать. Мы можем взять лоферы с цепью, но не с такой массивной, либо совсем без каких-либо цепочек. И это декор такой, знаете, вот прям заурядный, потому что это самое очевидное место, куда можно прикрепить эту цепочку. Поэтому везде все ее илепили. Все эти бренды на Вайлдберрисе и в различных масс-маркетах наших в том числе. И, собственно, ну раз уж это было везде, то это уже не выглядит как что-то прикольное для вашего стиля. Собственно, либо берем что-то более базовое, либо цепочку выбираем вот в этом месте поменьше. И не обязательно это прям должна быть цепочка и звенья. Это может быть просто какой-то металлический элемент, деталька, который будет слегка похож на цепочку. Ну и последнее на сегодня. Это ободки и заколки. Ободки какого формата? Вы помните, все думают этот ободок Prada. Самый известный массивный такой объемный ободок на голову. Именно, мне кажется, от Prada и пошел этот тренд на объемные ободки. Такие дутенькие. Так вот, тоже аксессуар, который в целом как будто бы могли себе все позволить. Все его носили, потом все его начали повторять, подделывать, вдохновляться и создавать то же самое. Куча была этих разных объемных ободков из различных подружек и из прочих магазинов. Собственно, тренд стал очень доступным, очень массовым. И в какой-то момент просто я действительно видела эти ободки на каждом. Я не говорю о том, что, конечно же, если тренд какой-то очень популярный, его не стоит носить. Конечно же нет, потому что все мы носим с вами двухтысячный и все остальное, что сейчас супер как популярно. Но вот именно этот ободок и вот эти вот заколки из жемчуга, они еще всегда шли в комплекте. То есть, если есть ободок, то где-то еще есть и жемчужная заколочка, либо какая-то с жемчужной невидимочкой, все в таком духе. То есть, эти просто аксессуары были вот прям везде. Гораздо больше, чем вот эти лоферы с мехом. То есть, это была настолько доступная вещь, что она просто перестала быть интересной. Вот это уже, такой аксессуарчик, которым никого не удивишь. Ну, что-то такое вроде бы прикольно, но что-то как-то вот уже мы это видели. Много-много раз мы это видели. Поэтому, казалось бы, даже без ободка любой образ был бы лучше. Поэтому отложить, носить дома, например, использовать, продолжать эту вещь. Почему нет? Можно отложить до лучших времен. А вдруг когда-то пригодится, потому что мы все время переосмысляем все тренды. Поэтому, если вещи, которые вам дороги, прям в сердце, или это просто дорогие вещи, не обязательно их выбрасывать. Просто можно сохранить и в какие-то образы потом вписать через какое-то время. Но, инвестировать в это, как обычно, не стоит. Вот в эти аксессуары для волос инвестировать не нужно. И, в целом, основная мысль этого видео не о том, чтобы отобрать у вас вещи, которые вы любите, а просто информация для тех, кто хочет, возможно, купить до сих пор эти вещи, я бы не рекомендовала. Лучше взять что-то другое, во что вы можете инвестировать в свой базовый гардероб, например, что дольше вам гораздо прослужит. Либо в какие-то тренды, которые себя уже зарекомендовали, которые уже несколько лет популярны. И вот они 100% с нами еще будут долго, как, например, я не знаю, Поэтому, если вам это видео понравилось и было интересно, обязательно поставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока!